Привет, ты на канале Техноарена и сегодня в выпуске рассмотрим топ 7 планшетов с диагональю экрана от 10 дюймов и выше. Свой сегодняшний ролик хочу начать с недорогого планшета Т-класт Т60. Внутри расположен процессор Unisoc Tiger T616 и 8 гигабайт оперативной памяти. Хранилище рассчитано на 256 гигов с возможностью расширения до 1 терабайта при помощи карты памяти. Основная фича этого планшета это его картинка с отличной цветопередачей и яркостью. Складывается ощущение, что смотришь фильмы или видео на ютубе на дорогостоящем аппарате. Однако за такую модель просят всего лишь около 15 500 рублей. А благодаря большому экрану размером 12 дюймов, планшет можно использовать как переносной телевизор, например, на кухне во время готовки. Аккумулятор на 8000 мАч позволит обходиться без подзарядки примерно полтора дня. Он станет тебе отличным другом в поездках, на работе, на даче, да и вообще где угодно, где можно смотреть видеоролики и заниматься интернет-серфингом. Конечно, модель не без компромиссов. На таком в тяжелые игры не поиграешь со стабильным фпс, да и разъем под проводные наушники отсутствует, если необходимо использовать планшет в тишине, а блютуз ушей под рукой нет. Но если ты знаешь, чего хочешь от недорогого планшета, то он прослужит тебе без нареканий не один год. В описании под этим видео ты найдешь ссылки на все планшеты из данного топа. Кликай по ним, чтобы узнать актуальные цены, характеристики, а также почитать отзывы других пользователей. Там же найдешь промокод для выгодных покупок. Blackview Tab 16 – еще один бюджетный планшет, схожий по характеристикам с предыдущей моделью из ролика. В нем установлен все тот же процессор Unisoc Tiger T616. 8 гигов оператива и 256 гигов внутренней памяти. Только экран несколько меньше 11 дюймов вместо 12. Внешний планшет радует своим дизайном и качеством сборки. Крепкий, прочный, без зазоров и дефектов, аппарат выглядит монолитным и уверенным. IPS-дисплей с разрешением 2000 на 1200 и частотой обновления 60 Гц, чего будет достаточно для повседневного просматривания видео и интернет-страниц. Конечно, это не игровой девайс, но с большинством игр он совладает, такими как Crossout Mobile или Standoff 2. Модель несет внутри аккумулятор емкостью 7680 мАч. В режиме ожидания планшет протянет около 360 часов, а при регулярном использовании заряда хватит на сутки. К недостаткам можно отнести скромную игровую производительность, отсутствие разъема 3,5 мм и повышенный процент брака, так что настоятельно рекомендую подержать планшет в руках и проверить все основные функции. Если нужен большой планшет для работы и развлечений, не слишком дорогой, но и не совсем уж детский по характеристикам, то он наверняка удовлетворит твои запросы. Обязательно подписывайся на канал Техноарена, если интересуешься современными гаджетами и технологиями. Ставь лайк под этим роликом и делись своим мнением в комментариях. Перехожу к более серьезной технике и следующим на очереди оказывается Xiaomi Pad 6. При своей демократичной цене в 29 тысяч планшет удивляет своими возможностями. Это и большой яркий экран на 11 дюймов, разрешение 2880 на 1800 точек и частота обновления 144 герца. Нельзя не упомянуть и про почти что флагманский процессор Snapdragon 870. Емкий аккумулятор на 8840 махов и все это при толщине устройства 6,5 мм. В качестве операционной системы планшета выступает Android 13 с фирменной надстройкой MIUI 1404. Что касается оболочки, то она довольно шустрая, удобная и лаконичная. Здесь множество надстроек и фирменных фич от Xiaomi. Производительности железа достаточно для работы с ресурсоемкими приложениями и играми. Игры по типу Call of Duty, Asphalt и PUBG Mobile отлично себя показали даже при максимальных настройках графики. Но есть и явные минусы у данного планшета. Он не поддерживает мобильные сети и не имеет GPS-навигации, имея это в виду при выборе нового аппарата. А в целом это прекрасный планшет для регулярного использования, который будет дарить вау-эффект даже после нескольких дней эксплуатации. Honor Pad 9 – одна из главных новинок 2024 года. Он уверенно вклинился в нишу планшетов с большими экранами и крайне выгодно выделяется на фоне конкурентов своей ценой. При доступной стоимости аппарат имеет прекрасные характеристики, которые позволяют использовать устройство на все 100% без дискомфорта. Он оснащен большим IPS-экраном размером 12,1 дюйма с разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В корпусе планшета установлено 8 динамиков, что является сильной заявкой на качественный звук. Громкость звука достаточная для комфортного просмотра фильмов в высоком качестве или прослушивания музыки. Сердцем планшета является Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Такие игры как Tanki, NFS или Genshin Impact аппарат спокойно вывозит даже на максимальных настройках графики. За питание отвечает аккумулятор емкостью 8300 мАч, что позволит пользоваться на одном заряде целый день. Данная модель положительно выделяется на фоне собратьев, в первую очередь из-за привлекательной цены. Да и каких-либо объективных минусов у планшета нет. В одном устройстве производитель умудрился объединить большой дисплей, легкий корпус, большую батарею и отличный звук. Характеристики девайса придутся по вкусу всем любителям планшетов. Huawei MatePad 11.5 является многозадачным, автономным и весьма производительным планшетом. Как становится ясно из наименования, девайс обладает экраном размером 11,5 дюймов. Разрешение 2560 на 1600 пикселей, широкий цветовой охват и частота обновления до 120 Гц. Все это лишь малая часть его преимуществ. Внутри уже стандартные для данного ролика 8 гигов оператива и 256 гигов встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 7250 мАч. Вкупе с быстрой зарядкой от 0 до 100% планшет зарядится за пару часов. Производительность аппарата также на высоком уровне, так как установленный процессор Snapdragon 7 Gen 1 является топовым, пусть и для прошлых лет. В различных тестах показывает приличные результаты. Тормозов на практике при одновременно открытых двух-трех приложениях нет никаких, даже на максимальной герцовке экрана. А благодаря фирменной оболочке Huawei Harmony OS есть возможность разделять экран на две части. Однозначно данный планшет это качественное и удобное в использовании устройство, особенно если юзать его как мультимедийный или бизнес-девайс. К покупке его смело рекомендую. Для любителей фирмы Samsung предлагаю поближе посмотреть модель планшета Galaxy Tab A9+. Он отлично подойдет как универсальное устройство для людей с ограниченным бюджетом, которым не нужна высокая производительность. Например, в семью с детьми. И мультики посмотреть, и книжку почитать, и в игрушки поиграть. Самое главное в любом планшете это его дисплей. В Samsung Galaxy Tab A9 Plus используется 11-дюймовый PLS-дисплей старой школы с частотой обновления 90 Гц и максимальным разрешением 1920 на 1200 пикселей. Также оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 695 и 8 гигами оперативки. Хранилище насчитывает 128 гигов. По обеим сторонам располагаются четыре стереодинамика, по два с каждой стороны. Для любителей уйти в себя предусмотрен разъем 3,5 мм. Аккумулятор планшета имеет емкость 7040 мАч и скорость зарядки всего 15 Вт, что не слишком много для нынешних времен, но автономность планшета весьма на уровне. Если использовать его на регулярной основе, то батарея протянет 16-17 часов подряд. В сумме получается очень надежный, долговечный и универсальный аппарат. Но если требуется максимальная производительность для игр, то за цену в плюс-минус 25 тысяч рублей можно подыскать что-то посерьезнее. Если уж ты нацелился на что-то серьезное, а твой бюджет никак не ограничен, то Apple iPad Pro 6 Gen твой выбор. Это настоящее ультимативное устройство, которое мало кого оставит равнодушным. При распаковке сразу же встречает огромный детализированный IPS-экран размером 12,9 дюймов. Разрешение экрана составляет 2732 на 2048 точек на дюйм. Смотреть на планшете видео одно удовольствие. Частота обновления достигает 120 Гц, а анимации максимально плавные. В качестве операционной системы iPad используется iPadOS 16.1. Теперь о железе. Внутри располагается небезызвестный Apple M2. Совместно с 8 гигабайтами оперативки и хранилищем на 256 производительность действительно поражает. Его трудно нагрузить так, чтобы он начал хоть как-то тормозить. Вы можете спокойно работать сразу в нескольких приложениях одновременно, монтировать видео и заниматься обработкой графики. Чипсет справится совсем без труда, а при подключении фирменной клавиатуры Magic Keyboard планшет превращается в полноценный мощный ноутбук. Благодаря экосистеме Apple ты без труда можешь начать работать над какими-нибудь документами на одном устройстве и при необходимости пересесть на другой без потери времени и данных. Одной из самых слабых сторон продукции Apple всегда была автономность, и этот случай не стал исключением. Несмотря на батарею объемом 10702 мАч, время работы ограничено 10 часами. Данная модель является самым производительным планшетом на сегодняшний день, но и цена его переваливает за 100К. Выбор за тобой. На этом ролик подошел к концу. Ставь лайк и пиши в комментариях, какой планшет из подборки понравился тебе больше всего. Не забудь о промокоде в описании под видео. Ну а я прощаюсь, до новых встреч на просторах интернета!